Дружище, у тебя не хватает денег на все плюшки нового обновления? Хочется полетать на самолётах, покататься на спорткарах? Не вопрос. Рекомендую тебе эту группу по прокачке в GTA Online. Низкие цены, 100% гарантия на то, что тебя не обманут. А также действуют бонусы при покупке любого набора по прокачке. Поэтому не упусти свой шанс и скорее переходи по ссылке в описании и прокачивай именно здесь. Йоу, ребятки, всем огромный привет с вами снова Райли. И я очень рад приветствовать вас на своём канале. И сегодня в этот шикарный во всех отношениях денёк мы с вами проведём кое-что нереально крутое. А именно, мы узнаем, что будет, если набрать 6 звёзд в прологии в GTA 5. Около двух месяцев назад я делал подобное видео и называлось оно, что будет, если набрать 6 звёзд в GTA 5. И если вы его смотрели, то вы должны помнить то, что 6 звёзд в GTA 5, в принципе, есть, да? Ну, а наша 6 звезда просто заблокирована, да? Меня чуть-чуть сбили. Просто заблокирована и её, по сути, нет. Перед вами находится скриншот, который нашли игроки в файлах игры. Вот, он доказывает то, что 6 звезда есть, но она скрыта, да, как я уже сказал. Но есть творческие люди, называемые Мэдоделы, которые всё-таки разблокировали 6 звезду, но её, как бы, визуально нет, но она заменяется 5, да? Как бы, когда ты набираешь 5 звёзд, то, фактически, ты получаешь 6 звёзд, да? И если вы смотрели моё предыдущее видео, точнее, не предыдущее, а которое было 2 месяца назад, то вы помните, что происходит, когда ты набираешь 5, ну, или же 6 звёзд в GTA 5. Да, ну, а если вы не смотрели, то я сегодня покажу, что будет, если набрать 6 звёзд в GTA 5, и что будет, если набрать 6 звёзд в прологе, в самой первой миссии в GTA 5. Обязательно смотрите до самого конца, чтобы ничего не пропустить. И, конечно же, прямо сейчас поставьте большущий палец вверх, я надеюсь, вам понравится. И, конечно же, подписывайтесь, чтобы ничего не пропускать на моём канале. И не забывайте про колокольчик, он очень важен. Ну, и что же, друзья, давайте по-быстренькому, по-быстренькому наберём 6 звёзд в этой, друзья, игре. Давайте немножко, знаете, вот так вот пошалим. Пошли мы расстреляем все тачки. Так, ребят, четвёртая появилась, прилетела в вертолёт. Теперь мы вот тоже сейчас вот немножечко вот так вот. Так, всё, последний, последний коп. Так, давай, давай, давай. Капец, капец, они уже на крыше появились. Вот это да, пошла жара. Так, и у нас, у нас уже 5 звёзд, друзья. 5 звёзд, фактически 6. Фактически 6, сейчас должно что-то, ребят, произойти. Танк, танк появился. Отлично, отлично, отлично появился танк. Он меня уже просто фалит, ребят. Вот оно, вот оно, друзья. То, что бывает, когда ты наберёшь 6 звёзд в GTA 5. Надеюсь, у нас просто сейчас игра не вылетит. Это такого большого количества частиц, да. И вот, ребят, такое, такое, в принципе, должно появиться в прологе. В прологе. И сейчас, сегодня мы об этом, друзья, убедимся. Давайте, наверное, сначала просто подорвём вот этот танк. Он нам сейчас немножко мешает. Давай, братан. Ну, чё ты не взрываешься? Капец, я даже представить не могу, что если вообще вот танк появился в прологе. И, кстати, забыл сказать то, что здесь появляется ещё огромное количество военных. Они приезжают на своих джибах, прилетают на вот этих вот огромных вертолётах, которых сейчас, к сожалению, нету. Вот, и появляется огромное количество сватовцев. Да, но сейчас мы, ребят, как я уже сказал, перейдём в пролог и посмотрим, что вообще там будет. Людендор в Северный Янгтон 9 лет назад. Вот мы и в прологе, ребят. Вот он, Брэд. Он живой. Аманда, ребят, если вы не знали, это, ребят, Аманда. Это Майкл и Тревор. Тревор Филлипс. Который сейчас ударил этого бедного охранника. Ладно, хорошо, ребят, давайте сейчас просто сделаем себе пять звёзд. Надеюсь, сейчас просто не будут, чуваки, нас сразу атаковать, эти военные. Да, знаете, танки не будут штурмовать этот банк. Но было бы реально очень интересно. Так, хорошо, давай, давай. Камон, камон, давай, быстрее заходи в эту коморочку. Давай, ну же. Быстрее. In the back. Давай, давай, быстрее, чувак. Так, давай, быстрее. Время идёт, время идёт. Мы должны ограбить этот банк. И сейчас просто пойти с кучей денюшек в Лос-Сантос. Хорошо, подрываем, подрываем эту дверочку. Точнее, сейф. И сейчас будет огромнейший. Бум! Отлично, друзья. Погнали. Это первый бум за нашу серию. Будет и второй, ребят. Это реально очень круто. Погнали, погнали, погнали. Show me the money, guys. Show me the money. Так, окей, забираем денюшки. Уже 2000 баксов мы подняли. И в итоге у нас теперь 179 тысяч долларов. На самом деле, это реально очень много. Так, теперь нашего Майкла забирает вот этот вот охранник. Но мы сейчас с ним расправимся. Честно, я не понимаю, на что надеялся этот чувачок. Он, наверное, хотел погеройствовать или что-то в этом духе. Не знаю, может быть, где-нибудь спрятался, да. Но, братан, ну что ты надеялся? Серьёзно, ты просто решился жизни. Нет, да, это был рискованный, конечно, поступок. Но с его стороны это очень было глупо. Ладно, хорошо, погнали, погнали, ребят. Бум, отлично, всё, погнали, ребят. Погнали, выходим из этого банка. Сейчас будет огромнейшая, ребят, перестрелочка. Выходим из этих дверей. И поехали. Погнали, 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 погнали. Всё прекрасно. Идём, идём, идём. Такс. Сейчас огромное количество копов тут. Серьёзно, откуда у меня вообще стреляют? Ладно, хорошо. Так, аккуратно. Там уже кто-то валяется. Так, минус. Ладно, где-то там хлоп. Минус. Ай! Ух ты! Ух ты ж! Ух ты, ух ты! Мы вышли из бухты, называется. Надеюсь, они нас просто не прикончат. Будет очень обидно, если мы просто проиграем. Но я надеюсь, этого не произойдёт. Этого, ребят, не произойдёт. Так. Отлично. Пробиваемся, пробиваемся. Танк! Танк! Ребят, танк! Капец, там вдалеке танк. Ребят, там вдалеке танк. Он стреляет. Брэд, серьёзно? Так, попытка намба-2. Отлично. Погнали, погнали. Только мне нужно сейчас здесь всё оружие. Я думаю, сейчас просто будет конкретное мясо, ребят. На самом деле, это очень круто. Появился, друзья, танк. Появился танк вообще в первой миссии, в прологии. Это реально очень круто, ребят. Вы сами всё прекрасно видели. Хорошо, давайте сейчас их просто замочим. Такс. Пацаны, тихо. Тихо, пацаны. Лежать. Лежать. Летс гоу, летс гоу. Это просто жесть, ребят. Просто жесть. Уже столько танков. Друзья, реально очень много танков. Давайте, не знаю, их... Ну, не знаю, с ракетницей какой-нибудь. Просто вот так вот замочим. Я уже поставил мод на бессмертие опять. Просто берём, их уничтожаем. Капец, их как много там вот. Брэд погиб. Братан, нет. Alright, let's do this, guys. Come on. Давай, давай. Отлично. Отлично. Осталось совсем, друзья, немного. Отлично. Опять танк. Опять танк. Ребят, танк. Капец, капец. Я просто сейчас включил, ребят, режим бессмертия. Он просто меня сейчас палит, ребят. Реально круто. Давайте сейчас их взорвём нафиг. Тихо. Нет. Нет, пацаны, пожалуйста, не умирайте. Нет. Это реально очень круто. Капец, мы их просто сейчас прологи... Просто сейчас их размочили. Капец, реально, ребят. Садимся в тачку, посмотрим, что будет дальше. Если сейчас два танка просто на нас налетело. А что будет дальше? Серьёзно, что будет дальше? Смотрите-ка, там валяются тачки. И танк. Танк, ребят, танк. Серьёзно. Ну-ка, ну-ка. Нет, он не остановил нас. Он не остановил. Серьёзно. Сквозь танки проходим. Ребят, вы сами всё видите. Капец, это просто жесть. Тихо, впереди танк, друзья. Впереди танк. Ой, ты ж ё-моё. Мы увернулись. Нет. Пожалуйста, пожалуйста. Пожалуйста. Пожалуйста, доедь. Родимый. За нами танк сейчас стреляет. Нет, нет. Нет. Блин. We can do this, guys. We can do this. Окей. Давайте просто возьмём мини-ган и начнём их всех вутузить. Серьёзно. Это реально очень забавно, ребят. Мне вообще очень интересно узнать, придёт ли к нам вообще какой-нибудь вертолёт военный, да, там, или что-то в этом духе. Не просто же танки там одни и всё такое. Так. Вдалеке, друзья, танк. Там уже вдалеке опять танк, друзья. Давайте попробуем, не знаю, его взорвать. Не знаю, может быть, ещё что-нибудь с ним сделаем. Может, да вообще, вообще угоним его. Серьёзно. Очень круто, друзья. Давайте, давайте следующий танк. Пацаны. Простите. Так, главное, не подорвитесь, ребят. Тачка горит. Опять, друзья. Опять танк. Серьёзно. Да вы издеваетесь. Давайте попробуем его, не знаю, взорвать. Блин. Блин, не взорвается. Он не взорвается, ребят. Он не взорвается. Взорвался. Главное, чтобы нашу тачку не взорвало. Тебе туда вот пропальнём. Там ещё танк стоит, друзья. Там ещё танк стоит. И он нас, видимо, ищет, друзья. Да там чувак ко мне бежит. Там чувак ко мне бежит. Хорошо, мы тебя перебили. Отлично, братан. Мы сейчас, друзья, просто попробуем уйти, уйти. Первый раз, помните, мне не удалось это сделать. Да-то у меня сразу танк в полёте просто пристрелил. Это реально было эпично. Просто попробуем выбраться с этого места. С шестью звёздами, можно грубо так сказать. Посмотрите, вдальке уже два танка, друзья. Опять два танка, серьёзно. Мы сквозь них вообще спокойно проезжаем. Они нас просто не стреляют. Стреляют! Они серьёзно в нас стреляют. Стреляют. Танк. Так. Танк, танк, ребят, давайте. Попробуем как-нибудь просто улететь от него. Просто улететь от него. Нет. Нет. Просто улететь, друзья. Я не знаю. Я не знаю. Он за нами просто гонится. Серьёзно. Он за нами гонится. Я не знаю, как мне просто убежать отсюда. Это реально очень эпично, друзья. Впереди опять танк. И опять он нас подорвал. Как, как мне отсюда убежать? Я понятия не имею, ребят. Я думаю, это просто, наверное, последняя попытка. Я уже не могу. Серьёзно уже. Нам танки просто не дают пароход. Мы просто погибаем от каждого выстрела. Это реально очень эпично, друзья. Это реально очень эпично. Танк почти нас чуть не застрелил. В конце не стреляли. Вы сами видели. Так, ребят. Съезжаем с дороги и просто улетаем. Я не хочу попасть под прицел, друзья, танка. Пожалуйста. Он, наверное, в нас целится, друзья. Он нас целится. Давайте его просто объедем. Он в нас стреляет. Серьёзно. Просто объезжаем. Нет. Нет. Он чуть нас не застрелил, друзья. Чуть нас не застрелил. Я не знаю, как иначе его вернуться, друзья. Я не знаю, как иначе его вернуться. Просто я не знаю, как. Он бы просто нас опять застрелил. Вы сами всё прекрасно видели. Ладно, хорошо. Поворачиваем. Ну же. Поезд, пожалуйста, спаси нас. И да. Отлично, друзья. Мы это сделали, ребят. Мы это сделали. Ребят, я думаю, вы поняли. Серьёзно. Если получить 6 звезд в прологе, нам танки просто не дадут прохода. И мы просто так спокойно не пройдём эту миссию. Они будут появляться на каждом. Он просто шагу и будет нас застреливать. Не давать пройти эту миссию. И серьёзно, я уже не знаю. Что нужно делать в этом случае? Брэда уже пострелили. Майкла тоже. Остался Тревор. И он сейчас будет обороняться. Надеюсь, друзья, не прилетит огромное количество самолётов, танков, да, в это место. Потому что, ну, я не знаю, как с ними бороться. Серьёзно. Просто невозможно пройти эту миссию. Можно сказать, с 6 звёздами. Если вы не смотрели начало видео, сразу перемотали сюда. Обязательно посмотрите начало. Там всё объясняют по поводу 6 звёзд. Вот серьёзно, ребят. Давайте сейчас зарашим. И, друзья, заканчивается катсцена. Я думаю, вы, друзья, поняли, что происходит после того, как мы получаем 6 звёзд в GTA V. Это реально очень круто. В этой миссии мы просто спокойно её не можем пройти, друзья. Как-то так. Надеюсь, вам понравилось. И вы досмотрели до самого конца. Я очень вам благодарен. Спасибо вам всем за просмотр. Ставьте большущий палец вверх. Рассказывайте об этом видео своим друзьям, чтобы они тоже знали. И, конечно же, подписывайтесь, чтобы ничего не пропускать на моём канале. И жмякайте на колокольчик. Мне будет очень приятно. Что же, с вами был Капфитер Айля. Желаю вам всем удачи. Хорошего вам всем настроения. Никогда не болейте. И увидимся в новых видео. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok